Я как президент обязан довести ту информацию, которая есть на самом деле. Для этого меня народ избирал, по большому счету, чтобы от первого лица знать истинное положение дел в отношениях. Как с Молдовой, так и со всеми участниками формата 5 плюс 2. Поэтому я пользуюсь вот такой аудиторией, а здесь присутствуют все, кто участвует в этом процессе. Что такое формат 5 плюс 2? Формат 5 плюс 2 – это стороны конфликта Приднестровья и Молдова. Это Россия и Украина как гаранты, как посредники. Это ОБСЕ, это Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. То есть, в принципе, все вовлеченные в данный процесс регулирования. Отдельная роль, конечно, отнесена к Российской Федерации, об этом чуть позже. Что наполняет формат 5 плюс 2? Если так взять и посмотреть. Формат 5 плюс 2 наполняет договоренности между теми, кто может заключать эти договоренности. Ну, это, скажем так, президенты. Собрались президенты, выработали повестку дня. А что происходит дальше? А дальше происходит корпотливая, слаженная работа представителей, политических представителей, рабочих групп. То есть, по большому счету, когда договариваются президенты, это список о намерениях. А все остальное, внутреннее содержание, это, конечно, и рабочие группы, как я уже сказал, и политические представители. Поэтому стремление Молдовы к разрушению именно формата 5 плюс 2 видно из активности именно тех рабочих групп, политических представителей, которые должны отрабатывать эту повестку дня. Если в 2018 году было 86 встреч рабочих групп, то в 2019 году чуть более 20. Если в 2018 году было более 25 встреч именно политических представителей, то в 2019 году только 3. О чем это говорит? Что повестка не отработана специально, чтобы потом не подписать. И как итог, и как итог, тут в Братиславе сорвано подписание. Мы надеялись, откровенно скажем, чтобы в Баварии, на этой баварской конференции по мирному урегулированию, по безопасности и так далее, мы найдем уже компромисс, который был, вот уже, в принципе, виден не за порогом, скажем так, и подпишем там данное соглашение. И молдавская сторона понимала, что аргументов не подписать уже нет. Мы согласились с нейтральным позицием миссии ОБСЕ. Кстати, все согласились. Она абсолютно была приемлемой и понятной, и нормальной. И мы готовы были подписать. Но что делает молдавская сторона? Тут принципиально и Виталий Викторович про это не говорил. Молдавская сторона в Баварии вносит в повестку дня еще дополнительный вопрос. Так называемая гармонизация налоговых систем. При этом, перед этим, мы встречались с Игорем Николаевичем Тадоном в Галерканах. И ни слова президент о гармонизации не говорил. Как и не говорили иные политические представители. И вдруг, значит, в Баварии этот вопрос возник. Почему так? Да я убежден только в одном. В стремлении сорвать и Баварское совещание. Почему? Да потому что всем понятно, что просто так вносить в повестку дня гармонизацию налоговых систем невозможно. Исходя даже из налоговых систем Приднестровья и Молдовы. В Приднестровье налог на доход. В Молдове налог на прибыль НДС, косвенные налоги и так далее. Все разное. 30 лет прошло. И политикам нельзя заниматься этим вопросом. Кстати, никто не возражает. Пожалуйста, есть рабочие группы. Давайте пусть рабочие группы поработают. Пусть поработают специалисты и вынесут свой бредит. А возможно ли это вообще? Для меня ответ очевиден. И он таков и будет в конечном итоге после работы специалистов. Но молдавская сторона специально внесла этот вопрос, чтобы не подписать. Вот не было бы налоговых систем, они придумали бы другой вопрос. Ну, к примеру, ликвидация Министерства иностранных дел. Ну почему бы нет? То есть заведомо внесли бы то, с чем невозможно согласиться и сорвать подписание. Вот вся логика и весь умысел. То есть молдавская сторона изначально с политическими представителями своими, не буду их называть по именам, это не дело президента, шли на обострение и шли на срыв договоренности. Знал про это Игорь Николаевич Дадон, либо не знал. Ну это ему, наверное, надо задать вопрос. Ну, наверное, должен быть знать как президент, как минимум. Тем более политически представителем была его креатура, его человек, грубо говоря. Ну, ладно, не подписали. Вот год 17-18 у нас был годом подписания различных договоренностей, в коих было порядка десяти. Я скажу одно, что молдавский переговорщик всегда сложный переговорщик. Это и объективно. У нас разные позиции и разные виды неразвития своего. Но тем не менее, все-таки иногда присутствует прагматизм с молдавской стороны, и мы подписываем те или иные договоренности, чтобы именно решить вопросы, которые мешают жизни для людей, как слева, как справа берега. И 18-18 год именно были годами подписания и реализации отчасти этих договоренностей. И вот прошли выборы, создались коалиции. Социалисты усилили свои позиции, как Игорь Николаевич Дадон. И что дальше? А дальше, как мне рассказывали многие наши коллеги по формату 5 плюс 2, должно быть лучше гораздо. И сейчас все вопросы будут решены со стороны президента и партии социалистов. Но вышло ровным счетом наоборот. О чем я, в принципе, сейчас и говорил. Ровным счетом наоборот. По сути дела, для меня шока не было. Я прогнозировал именно такое развитие событий. И предупреждал своих коллег, что так и будет, к сожалению. Так и будет. С нашей стороны, кстати говоря, ничего не поменялось. Президент тот же, министр тот же, переговорщики все те же, рабочие группы на месте. Это все, конечно же, позиция сопредельного государства. Почему так? На кого они работают? Что они хотят? Ну, вопрос, наверное, одни словами не скажешь. Я только привожу факты. Удивительно в этой связи слушать заявление президента Молдовы Игоря Николаевича Дадона, при всем моем уважении к нему. Но он всегда говорит об успешности отношений, о мериях доверия, которые вырабатываются, о решенных вопросах. Я официально заявляю, что никакие вопросы не решены, доверие рушится и успешности нет никакой. Это позиция и президента, это позиция всех тех, кто участвует в политическом процессе с преднестровской стороны. И на фактах это и подтверждается. Не решены вопросы телекоммуникаций, не решены банковские вопросы, не решены вопросы о подкрытии счетов наших юридических лиц, не решены вопросы по уголовным делам. Да ничего не решено. Нет никакой успешности, уважаемый Игорь Николаевич. Есть деградация и провал. А самое скверное, что происходит, это как раз то доверие, которое выстраивалось и ранее, и в 17-18 году, оно обвалено. И вот без этого доверия говорить о дальнейшем развитии нормальных взаимоотношений невозможно. Кого пытается кто-то обмануть? Молдавский народ? Ну, пожалуйста. Приднестровский народ мы не позволим. Я бы посоветовал Игоре Николаевичу Дадону задуматься о другом. О своих обещаниях, которые он давал Российской Федерации, в частности. А это восстановление русского языка как языка межнационального общения, который был ликвидирован как таковой в 2018 году. Это возвращение новостных каналов именно российского телевидения. Это восстановление русскоязычных школ на территории соседнего государства, кои были практически все закрыты на сегодняшний день. И вот социалисты-то победили. А где, где обещания? Где? Все, большинство парламента, там, коалиции с одними, с другими, с третьими, с десятыми. А где реализация договоренностей, обещаний, что касается русскоязычных на своей территории? Параллельно идет совсем другая история в Молдове. В школе изучается история даже не Румынии, а Румын. Не говоря уже о истории Молдавии и так далее. Румын. Это очень принципиально. Румынский язык, румынские символы. Все. По большому счету, государство идет туда, чью историю изучает. На каком языке говорится. Все очень просто, уважаемые коллеги. Все очень просто. Не надо жить иллюзиями. Не надо. Если бы в Молдове изучали бы истории Российской Федерации, говорили бы на русском языке, было бы все понятно. А так уже 30 лет, практически 30 лет, изучается историю румын, и люди говорят на румынском языке. Сбросьте эти розовые очки с глаз, уважаемые дамы и господа. Путь Бессарабии заказан в Румынию. Это объективный факт. И другого не будет. Весь вопрос, с нами или без нас, как говорят. Конечно, без нас. Нам туда не надо. Мы вообще нормально относимся к государству Румынии. У нас нормальные экономические отношения. Экспорт, импорт и так далее. Ради Бога. Мы не будем лезть в внутренние дела. Ни Бессарабии, ни Румынии. Мы сумеем найти мудрость и выстроим добрососедские отношения. Если такая будет наша необходимость в этом. И мы к этому готовы. Мы не будем с кем воевать. Поэтому, если кто-то хочет видеть Приднестровье как якорь, не вхождение Молдовы, это сказать, в Румынию, или Бессарабию в Румынию, неважно как, вначале надо думать о другом. О своей истории, о своем языке, о своей территории. О воспитании людей на своей территории. Не поможет Приднестровье ни якорем, ни гири, ничем. Понимаете? Если поколения уже растут с вектором соседнее государство. То, что пропагандировалось в соседнем государстве, оно сработало. И работает до сих пор. Об этом надо думать. И правду сказать. Правду. Не рассказывать про меры доверия, улучшения и так далее. Правду сказать, что все, я, извините, не могу. И в это поверят и скажут спасибо за правду. Мы являемся не только территорией независимости. Мы являемся территорией правды исторической о подвиге советского солдата в Великой Отечественной войне. Мы сохраняем памятники. Мы сохраняем историю. У нас шествие бессмертного полка более 100 тысяч человек. Да и более, если взять все Приднестровье. Нет такого нигде, понимаете, ближе лежащих государств. И, наверное, не будет. И вот тут хотел бы обратиться и к Россотрудничеству, и к русским общинам, и к Олегу Владимировичу, и ко всем российским с ним. Показывайте, что в Приднестровье. Я не вижу этого. А никто не видит этого. Проходит День Победы. У нас мероприятие. У нас шествие полков бессмертных. У нас возражение цветов как таковое должно быть. Но этого нету нигде. Кого кто-то хочет не обидеть. Дадона Игоря Николаевича, сосалистов и так далее. Это правда. Мы сами не должны ее замалчивать в угоду кому-то. От этого идет и все остальное. Есть такие вещи, которыми спекулировать нельзя. Нельзя. Это память о солдате-освободителе. Хочется обидеть? Не хочется. В Молдове так празднуют. Это, если кто-то думает, что этим можно спекулировать, именно они и передают память. А потом ведут все остальное. А потом, может, и другие позволят себе расцветать историю, уничтожить памятники в европейских государствах. Надо о себе думать, о своей памяти, о своей истории. И не стесняться этого. И показывать, как это происходит в Приднестровье, в конечном итоге. А то, что у нас проходят мероприятия, в этом году проходят мероприятия, на высочайшем уровне, вы тут уже тоже не сомневайтесь. Я глубоко убежден, что те государства, которые забыли свою историю, свою память, свой язык, свою историю, они будущего и не имеют. Они растворятся. Каких-то государств, о каких-то территориальных образованиях будущего нет. Об этом надо думать Игорю Николаевичу Додону, чтобы думать о своем государстве, о Молдове. Коим президентом он является. О молдавском языке, о молдавской истории, о уважении людей иных национальностей, о восстановлении телеканалов закрытых и языка, который был украден в Молдове, как русский язык, язык межнационального общения. Об этом надо думать и исполнять то, что обещал. А не заниматься какими-то спекуляциями, непонятными вообще никому. Конечно, отдельные слова хотел бы отнести России. Россия для нас стратегический партнер. И я рад, что за 2017, 2018, 2019 год у нас крепнут именно экономические отношения с Российской Федерацией. Не только экономические отношения. У нас экспорт растет в 2017 году, в 2018, 2019 примерно в среднем на 15% каждый год. Это и хорошо. Это очень хорошо. Импорт растет, экспорт растет. У нас крепнут и культурные связи, у нас крепнут гуманитарные связи. Но те вопросы, которые были в повестке дня, они пока остаются нерешенными. Это вопрос получения гражданства Российской Федерации соотечественниками без отказа от иного гражданства. Это применение материнского капитала на территории Приднестровья. Именно применение, а не только получение сертификата. Это, конечно, получение сертификата медицинского страхования для граждан России, проживающих в Приднестровье. Да и ряд других вопросов, уже более второстепенных. Я рад, что последняя информация пошла от Константин Федоровича Затулина о том, что вот уже в Госдуму поступит законопроект в части наделения правом соотечественникам получать гражданство в России без отказа от иного гражданства. Я всегда выступал за это, всегда убеждал депутатов. И с Константином Федоровичем не раз мы дискутировали на эту тему. Оппозиция очень проста. Опять же вспомним, кто развалил Советский Союз. Политики развалили Советский Союз. А мы все соотечественники. И нас оторвали от исторической родины. Нас обманули. Самим жестоким образом обманули. Конечно, на территории Приднестровья люди были вынуждены получать какое-либо гражданство. И Украины, и Молдовы. Все очень просто. Родственные связи, элементарные поездки, отдых, лечение и так далее. Потому что российское было сложно получить на первоначальном этапе. А сейчас, конечно, люди хотят просто иногда умереть с российским паспортом. Не получать пенсию российскую, льготами не пользоваться и так далее. Просто получить российский паспорт и с ним, так сказать, уйти в мир иной. Это их желание. Почему им отказывают, этим людям? Почему их вначале подставили, не извинились в конечном итоге? Еще лишают права получить тот документ, который не имеет права получить, как бывшие граждане Советского Союза. Почему так? Почему кому-то можно, и мы знаем примеры, а кому-то нельзя? Кому нельзя? Приднестровью нельзя? Да мы здесь проводники как раз интересов русского мира, русскости в конечном итоге. Мы здесь. Не там, где-то там, в башнях и так далее, а мы здесь, на территории Приднестровья. И это факт. Притом уважая всех людей разных национальностей, разных вероисповеданий. Спасибо Российской Федерации, спасибо, что она сохраняет мир и покой на Днестре. В настоящее время мы не дадим дискредитировать миротворческую миссию Российской Федерации никоим образом, никому. Мы понимаем, для чего это все делается. И в угоду кому. Это, опять же, наша историческая правда. Никогда здесь российский солдат не сеял смерть и разрух. Политики – да, солдат – нет. Поэтому я хочу, Олег Владимирович, обратиться к вам, передать благодарность руководству Российской Федерации, всему народу Российской Федерации за ту помощь, которую оказываете вы именно Приднестровью. А все эти вопросы – ну, это жизнь. Я думаю, они и решатся в конечном итоге. Была бы добрая воля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова